У Бендерах началась реконструкция аудитории. Зданию недавно исполнилось 120 лет, и почти половину своей истории оно было заброшенным. Сейчас аудитории возвращают исторический облик, но будет и новшество, у здания появится второй этаж. В главном зале аудитории крутится бетономешалка. Рабочие рассказывают, что знают здание с большой историей. Здесь даже бывал последний русский император. Николай II вместе с супругой, наследником и великими княжнами посещал Бендеры в 1916 году. Во время Первой мировой здесь в здании аудитории был госпиталь. Император ходил вот по этому залу. Последние десятилетия это помещение было завалено мусором. Сейчас зал восстанавливают, идет ремонт несущих конструкций. Они сделаны по очень интересной схеме. Мы не затрагивали абсолютно историческую часть здания, вот те стены, которые стоят уже 120 лет, даже больше. Но внутри, как вы уже успели убедиться, есть современная существующая монолитная железобетонная конструкция, которая будет являться теперь несущим каркасом и одновременно являться интерьером здания. Вот эти работы, они самые важные, вот их сейчас мы завершаем. Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной. Через 15 лет его восстановили. Здесь был цех фабрики. И уже в 90-е аудитория опустела и стала рушиться. Проект реставрации готовили долго. Главная задача – вернуть аудитории исторический облик, чтобы здание было как на этих снимках дореволюционной России. Фасад менять не будут, но надстроят второй этаж. На первом будет выставочный зал, наверху – мастерские для студентов художественного колледжа. Второго этажа там изначально не было, но конструктора смогли так сделать, что не поменяв фасад, они органично вписали надстройку вот этих окон. На садный этаж у нас получается три больших мастерских и несколько мастерских для дипломников. Средства на восстановление бендерской аудитории получены от одного из европейских фондов. Реконструкцию поделят на несколько этапов. Пока есть деньги только на первый. Все работы займут не один год, но в бендерах, говорят, главное – процесс запущен, и аудитория перестала быть исторической заброшкой в центре города. Максим Кириазов, Игорь Мацота, ТСВ